Нет, не дергайся, Яр, не дергай тело, ты просто направо перенеси свою тушканчику, перенеси направо, голову подыми. Яр, нет, не дергайся. Одно день. Всем привет. Поздоровался, мы сейчас сегодня вообще. Я делаю вид, что у меня здесь нет. А, это просто все. Давай, поехали, Яр. Поехали, направо. Еще. Левая переходит, просто. Яр, на правую встань, ты правую разогни на колено. Выпрями колено. Гога, ты левая кляньте. Она заметит. А ее надо поднять и перенести. Давай, еще. Правую. Выпрями на правую тело. Давай, еще. Выпрями правую, еще. Правую вытянул. Еще. Правую вытянул. Еще. Правую вытянул. Еще. Давай, давай, давай. Попробуй, не шахтай. Еще. Давай, голову. Теперь назад. Сниз, чуть-чуть вниз. Опять подъем, пошел подъем. Два. Рот закрывай. Еще. Три. В спину. Еще, спину. До конца спину поднимай. Еще. Последний раз. Все. Я бы музыку поставил просто. Потом она. Не монетизируй. Давай. Яра. Воет. Давай. Давай. Ну, кстати, видишь, я уже его зону держу. Больше закалит. Давай. Просто на свой собак. Упадешь. Яра, тело, контроль, тебя не теряю. Давай. Еще. Еще. Яра, уже баловаться начинала. Ночью не устал. Да, что-то я смотрю, как-то я думала, что он устанет, а он не устал ничего. Давай. Пойдем сейчас продолжение будет балкет. Шокирует народ. Опять, как бы, конструкции налепили, пошли. Ага. Шокирует. Ну, да. Люди. Только там таши. Шокирует, как будто ты видишься. Ну, да. Спокойно. Ой. Не живется спокойно кому-то. Ой. Тебя и не видно там. Ой. Ну, да. Он там здесь. Запакованный. Субтитры сделал DimaTorzok. Игорь Негода. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 Да, уже поддержка нужна. Субтитры сделал DimaTorzok. 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 DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Чтобы попадать правильно. Мы только учимся. Так что, нас не судить, как говорится. Строго нас. Мы только пытаемся быть. Ой, Яра там. Сейчас я покажу. Да, ты покажу сейчас. Сильно какой. Весь в ламастерах, видите. Яру я уже уложила. Держим пять минут с вами поговорить. Насчет нашихQU 선생ев. комментарии последних я выложенных насчет Тросковца. Девочки, я, честно говоря, как бы, я никого не хочу обидеть. Я очень как интернационально, не знаю, как бы просто на тот момент хочу пояснить, почему мы сейчас не лечимся на Украине. В Украине это вопрос не то, что сейчас. Просто когда Ярославу было 5 лет, мы были, кстати, мы там даже Рождество, у нас четвертый курс прошел зимой, и у нас было Рождество. Мы, в общем-то, мы уезжали как раз, ну, Новый год, мы весь были там. Уезжали, по-моему, 6-го, то ли 7-го января. И тот год как раз, кстати, вот как раз начались вот эти все события какие-то. В общем, это Одесса, это Киев. Ну, не знаю, на тот момент было такое решение принято, потому что когда-то, тогда как-то было это опасно. Ну, не знаю, для меня это было страшно. Может быть, как-то кто-то нас сейчас не поймет, а судит. Мы прошли войну, мы прошли войну в Азербайджане, и как-то Андрей тогда побоялся больше ехать. Именно в... Не помню, на следующий курс, по-моему, был на март-апрель, что-то назначен, да. Мы просто... Просто я имела в виду, что в тот момент мы не... Ну, для себя мы не смогли просто вот так вот принять решение, чтобы ехать на Западную Украину. Как-то мы не стали ездить. А у нас получилось, что в феврале, ну, мы в январе не поехали. Ну, а к концу следующего года нас уже шарахнуло, и, как говорится, понеслось уже все по-другому. На сегодняшний момент, конечно, я бы... Я соглашусь, я бы очень хотела бы туда поехать, я бы очень хотела бы съездить к ним в Трусковец. Я имею в виду, что я так думаю, что там эти специалисты остались, потому что мы даже договаривались. У нас была такая тема, мы должны были приехать и уже час на жить. У нас был уже ЛФК заказан с кем, массаж, даже разработка, по-моему, суставов. То есть, как бы человек... Ну, ребята должны были приходить домой. Мы хотели остаться не на две недели, а на больший срок. Но там одно есть, ну, в Трусковце очень дорогое лечение. Получается, что на тот момент мы отплатили, по-моему, больше двух тысяч, две с половиной тысячи евро за лечение, если ты не на Украине живешь, если у тебя нет украинского гражданства. Вот так вот. Ну, то есть, как бы две с половиной тысячи, это было без проживания. С проживанием там, по-моему, вообще под четыре тысячи выходит. То есть, умножайте на 70, это почти 280-300 тысяч только лечения за две недели. Для Ярослава, честно говоря, двухнедельное лечение. Сейчас по полчаса там, по-моему, ЛФК пода не очень, если не брать дополнительно. Это ни о чём. Соответственно, конечно, сейчас у нас просто нет этого финансов. И если в тот момент, когда был первый год событий, всех вот этих каких-то неспокойного состояния, мы просто не поехали. Ну, в том плане, мы бы, да, испугались, может быть, побоялись, нашли какую-то альтернативу для себя, может быть, как говорится, была, не знаю, в общем. А сейчас просто мы туда не едем чисто из-за финансов, из-за финансовых возможностей, потому что у фондов каждый раз сидеть, искать какие-то мнения получается, честно, потому что всё равно... Короче говоря, 10 фондов напишешь, 15 тебе откажут. И это каждый раз по столько времени. Я вот сегодня провела, полвосьмого я встала, и, честно говоря, до полдесятого, до полодиннадцатого, до полодиннадцатого, что ли, почти 2-3 часа, по-моему, до полодиннадцатого, по-моему, что-то Ярик уже опять получился за счёт этого, хоть Андрей его поднял, потом всё позже. Поднял... Ну, надо было кормить, надо было всё делать. Я просто сидела в госуслугах и подавала заявку вот на наши реабилитационные средства, которые нам положены, там опора для сидения, ещё что-то, в общем, типа... Ну, короче говоря, потом это как-нибудь отдельно расскажем. То же самое с фондами. У нас очень раз, много раз была такая фишка, то есть я собираю-собираю на тот момент, то есть там надо, когда надо подавать, то там ту справку, то НДФЛ, то ещё что-то, потому что, получается, Андрей там не успел взять или не такой взял. Один раз мы подали, рассчитывали уже ехать, а у нас, знаете, за счёт чего отменили? Что мы не рассчитали? Получается, у нас была справка, по-моему, от врача о лечении. Ну, как бы... Мы не ложимся же на бесплатную. У нас, получается, фактически, с у Ярослава справка всего за январь, по-моему, 2019-го, что есть, а его выписка, диагноз. Вот. И то же самое получилось так. Мы подали все документы, фонд, всё хорошо. Но на момент, получается, нам надо было, когда лечение, по-моему, грамоти говоря, то есть, например, 1 декабря мы должны были попасть на лечение, а у нас, типа, 15-го, то ли 16-го ноября было полгода этой справки. И они от этого, представляете, сделали отказ. Конечно, это очень обидно, это очень неприятно, но в том плане, что и получается, ты теряешь столько времени, ну, не знаю, в общем, короче, может быть, это на самом деле для себя сейчас нахожу отговорки, потому что всё равно нету столько денег, реально нету денег, пока с предетами, то есть, как бы туда тоже надо доехать, и там надо ещё жить, и там надо питаться, и туда надо двойной перелёт лететь, так же, как и другие места, кто-то скажет, ты же ездишь в Евпаторию, ну, да, хотя, в принципе, к той же самой теме, в принципе, если бы, мы же не боимся военных действий в Крыму, мы в Крыму находимся, последние два с половиной года я нахожусь, я вообще того тут раз на два года без последней поездки, там было что-то около 10 месяцев, 11 месяцев, из двух лет мы практически с Ярославом пробыли в Евпатории, и сейчас мы тоже постоянно туда приезжаем, ездим, по большому счёту, то есть, как бы, я не делю нас с национальностью, национальный вопрос, здесь немножко просто более глубокая тема затрагивается, могут внутреннего нашего подсознания, нашего ещё отголоски Азербайджана, вот этих 90-х лет, 90-х годов, когда мы попадали, ну, это я, наверное, просто отдельно вам расскажу, если будет интересно, напишите в сообществе, интересно вам, неинтересно, как мы как мы выживали тоже в 90-х годах, когда была война, как эти все события, когда все уезжали, все бросали дома, это тоже целая эпопея была, вот так что, вот так вот, вот такие дела у нас, и за счёт этого, может быть, вот так вот всё перекосиком, но реабилитация, это такая очень тяжёлая штука, которую ты должен сам, только сам думать, сам решать, сам принимать решения, это всё настолько сложно, и ты отвечаешь тоже за это всё сам, поэтому я не знаю, где право, где неправо, и всё это на самом, как говорится, всё это финансы, 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 в общем, честно говоря, очень глубоко, тяжело, но пока на данный момент мы нашли своего тренера, свою тренировку, видите, даже сейчас мы не подписываемся ни по дипотерапии, ни на бассейн, никуда, вот честно, по большому счёту, если честно, не хочу, ни бассейн, никуда, потому что, даже как-то Андрей сказал, они могут пойти записаться на лошадок, я говорю, Андрей, пойдёшь, тряханёт его опять, опять все мышцы ему перебаламутят, мы поехали тогда в Шамарину, вот в центр наш, а в итоге потом я вот так разболтала, что собрать его, только надо было уже ехать и в Патторию, чтобы хоть как-то его собрать обратно, да, это столько вкладывается сил, ну не даже не то что финансов, а просто своих сил вкладываешь физически в ежедневные занятия, что лишний раз просто уже не знаешь куда, что и куда-то, вроде пока, как говорится, его прёт, пока он идёт по накатанной наверх горке, пока есть чётко выстроенный план, ну вот я просто уже, как говорится, не хочу на данный момент что-то менять вот с этой позиции только, а так, у нас очень классно там было, там на самом деле, у нас же есть, у нас мы Эмильку отправляли во Львов, она во Львове гуляла, она тогда не поехала, там что-то Ярослава тогда ещё, по-моему, под температурил, что ли, у нас мы побоялись, уже был конец курса, но Эмильку мы отправляли, она гуляла, так что не надо, не обижайтесь, на самом деле, это не в каких-то корыстных целях, никаких-то упрёках, но если на то пошло, то у меня вообще кровь 50 на 50, у меня отец из, с Украины, или как с Украины, в общем, то есть под Киево, Полевский район, Вильчи, это практически 40 километров от Припяти, там, где было в 1986 году, в принципе, взрыв вот этой атомной станции, и сейчас они, правда, все живут под Харьковом, их перевезли, там уже, конечно, никого нету на Украине, ну, я имею в виду, не на Украине, а вот именно там, где его родня была, вот эта деревня Вильча, Будаварович, то есть связаны у нас с кровными, у Андрея, по-моему, даже Чехия, то ли поле, тоже там кто-то еще есть провел, в общем, у нас намешано столько всего, вот так вот, спасибо огромное за ваши подписки, спасибо, что вы нас высматриваете, девчонки, просто я понять не могу, вот честно, хочу в конце сказать, хотя Андрей сказал не говорить, именно для тех людей, которые подписались на меня, чтобы ставить дизлайк, потому что конкретно на 40 просмотров, да, поставить дизлайк, это надо быть подписан с колокольчиком, ну, спасибо, на самом деле, я вас ценю, я оценила это все, я абсолютно не обижаюсь, то есть это насколько, в принципе, я вам запала в душу, человек, что вы смотрите, вы ждете, когда я выпущу ролик, чтобы поставить этот диз, в принципе, он абсолютно для меня, это ваше мнение, это ваше решение, проблем нету, это канал Ярика, канал его жизни, канал о его реабилитации, о том, как мы это проходим, это наш путь, и поэтому мы так снимали, мы будем снимать, спасибо всех, кто нас поддерживает, еще раз большое, всех с праздником, Яра уже спать, я пойду дальше, там быстро дела на кухне закрою, потому что завтра у нас школа, завтра у нас тренировка, завтра у нас, у меня обследование, ну, по крайней мере, пойду попробовать, записываться на обследование, отдачу анализов, в общем, посмотрим завтра вечером, расскажу вам все, ну, естественно, вы узнаете обо всем, буду по максимально снимать, посмотрю, что скажет терапевт, вообще, что это, как это, с чем это едят, и что вообще надо делать, смотреть, потому что с гинекологией тоже там что-то проблема, получается, в нашей поликлинике нету, а, честно говоря, то, что куда я ходила, мне оно не нравится, потому что в свое время они ничего не смогли определить, определить правильно, поэтому я не знаю, а тот врач, который я ходила сюда, тоже к нашу больницу, третью, она тоже сейчас ушла, ну, посмотрим, сейчас, как бы завтра пойду, все определюсь, посмотрю вообще, что скажет терапевт, что, зачем, чего, куда, куда, с чего начнем, да, как бы, потом уже, если я вам напишу, чтобы вы до вас, буду в комментариях, держать вас в курсе, чтобы вы дальше там, хотя бы посоветоваться, или еще посмотрим, как оно будет, всем огромное спасибо, еще раз за поддержку, всем пока-пока.